МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале УТС Время новостей в студии Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Специалисты советуют, при выборе лагеря, в который вы хотите отправить своего ребенка, необходимо сделать главное, проверить, есть ли он в реестре. Пляжи пусты, катамараны на причале. Почему в некоторых детских лагерях запрещено купание и отдых на воде? У меня есть копия моего аттестата, паспорт и я знаю свои баллы ЕГЭ по русскому языку и математике. Одно заявление, одна специальность. Как изменились правила поступления в высшие учебные заведения? Они просто запирают людей на восхождении и они не всегда могут вернуться. А с Эвереста что? Перила вниз, шлепай-шлепай и никаких проблем нет. Подготовка к экспедиции на Эверест уже началась. Когда новосибирские альпинисты поднимутся на крышу мира? Идеально по всем предметам новосибирских выпускников, закончивших школу на пятерки, на две сотни больше, чем годом ранее. В честь отличников сегодня состоялся губернаторский прием. Сегодня наша уникальная новосибирская область в том, что можно получить любую профессию, которую ты хочешь освоить. Потому что есть много высших учебных заведений, в которых нет ограничений получить ту профессию, которую ты хочешь. Во-вторых, потенциал перспективы Новосибирской области в том, что здесь есть место, где реализовать себя, самоутвердиться в своем достижении, уже практической реализации. Поэтому хочу пожелать не останавливаться на месте, на достигнутом, идти вперед. К приему к губернатору приехали 1324 выпускника. Ребята из всех районов. В обращении глава региона отметил, что образовательная система Новосибирской области успешно адаптирована к системе ЕГЭ. На данный момент 100 бальников уже 36 человек. И, возможно, их количество увеличится, так как результаты по химии и физике будут известны только в июле. И хотя результаты всех экзаменов еще неизвестны, документы вузы выпускники уже подают. Увы, но в этом году правила поступления в институты и университеты ужесточили. Купи аттестатов сразу в несколько учебных заведений уже не подашь. Выбирай один или опоздаешь. О новшествах Ксения Луговская. Еще в прошлом году можно было поступать на несколько специальностей. Главное указать, какая из них в приоритете. Сейчас правила стали более жесткими. Выбрать придется лишь одно направление. Если абитуриент по конкурсу не проходит, то на другую программу образовательную, которая была бы указана в перечне, он автоматически не зачисляется. А ему нужно будет написать во вторую волну новое заявление на новую программу, опять только одно, чтобы попробовать поступить уже во вторую волну. В этом году в Новосибирской области стало больше бюджетных мест на инженерные специальности. Это связано с реиндустриализацией экономики региона. Можно отметить, что на сегодняшний день уже есть, мы будем условно говорить, факультеты-лидеры, на которых подано большее число заявлений. К ним можно отнести факультет автоматики и вычислительной техники, энергетический факультет, факультет мехатроники и автоматизации. Руководители вузов отмечают, новые правила значительно усложняют жизнь абитуриентам. На момент поступления нужно точно знать, чем хочешь заниматься в жизни. В этом возрасте человек как-то не может определиться конкретно, на что он хочет больше. Поэтому такие жесткие ограничения, по-моему, не очень. Татьяне повезло, потому что она седьмого класса хотела поступать на факультет психологии. Документы подала в два вуза, но оригинал аттестата должна принести только в один. Чтобы лучше разобраться в процедуре подачи документов в вуз, мы решили пройти через нее сами. У меня есть копия моего аттестата, паспорт и я знаю свои баллы ЕГЭ по русскому языку и математике. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела подать документы в технический университет на факультет летательных аппаратов. Прошу, можете в это окно копию паспорта, копию аттестата, оригинал паспорта. Копия аттестата, паспорт. Назовите, пожалуйста, свои баллы по ЕГЭ, по русскому. По русскому 75? Математика? 56. 56. Физика? Пока еще неизвестно. Хорошо. Проверьте, пожалуйста, все правильно заполнено или нет. Если все правильно, с обратной стороны, где галочки, вот и подписывайтесь, знаете. Спасибо. Все. Осталось ждать итогов первой волны зачисления. Ксения Луговская, Вадим Антипов, Новости ОТС. Береженого Бог бережет, поэтому сплавы отменить, катамараны зачехлить. После гибели школьников в Карелии в детских лагерях Новосибирской области прошли внеплановые проверки. Нарушения нашли, но не критичные. Эксперты советуют от экстрима в лагерях лучше отказаться, пусть этим летом отдых будет спокойный. Маргарита Онникова о том, как обеспечивать безопасность. Ну вот типичная шлифка-шестерка. Шесть метров длиной, два метра шириной. Вот. Значит, по паспорту, значит, вот там на таблице паспорта и данные есть. Вот. Она может принимать на борт в варианте гребну, то есть на веслах. Тринадцать человек. На таких лодках Андрей Некрасов и его подопечные проплыли не одну сотню километров. И безопасность участников похода всегда на первом месте. Каждый ребенок, естественно, берется в поход физически здоровым. Он проверяется, у него требуется медицинская карта соответствующая. Вот. Для него должна быть обязательно страховка. Вот. У каждого ребенка имеется спасательный жилет. Причем спасательный жилет рассчитан на троекратное превышение необходимых держащих свойств. После трагедии в Карелии, где 14 детей погибли в результате сплава по Сямозеру, в детских лагерях по всей России прошли внеплановые проверки. Не стало исключением и Новосибирская область. За пять дней контролирующие органы побывали во всех загородных лагерях региона. На особом контроле мероприятия на воде. Явных нарушений не обнаружено, но чтобы перестраховаться, власти предложили ряду лагерей отменить запланированные сплавы по рекам. В прошлом году мы смотрели, как отдыхают дети в Ариале. Это было здорово, это было хорошо, это было прекрасно. Они сплавлялись на катамаранах, на лодках. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, еще раз говорю, мы предложили им поменять что-то, сделать более спокойный этот отдых. Завтра на комиссии этот вопрос будет рассматриваться. То есть, насколько они к нам прислушались, насколько это необходимо сегодня, сплав вот этот. В профильном лагере имени адмирала Нахимова сплавы не отменят, но контроль ужесточат. У руководства этого лагеря я предупредил, что лично я сам приеду в день заезда, просмотрю все вопросы, все моменты. Старший госинспектор Берского инспекторского участка в зоне оперативной работы, у которого находится этот лагерь, он ежедневно будет находиться там. Сейчас в лагерях Новосибирской области чуть больше 8 тысяч детей. Всего за лето там отдохнут около 40 тысяч школьников региона. Плановые проверки выявили 480 нарушений. Это уровень прошлых лет. Две трети нареканий в вопросах организации питания. В других сферах серьезных вопросов нет. Состояние путей эвакуации, состояние инженерных систем, систем водоснабжения, систем пожарной автоматики. Все в идеальном порядке в лагерях. На данный момент в регионе из 25 пляжей открыто 14 из них, 5 в детских лагерях. Причина – низкий уровень воды в Аби. Открыть оставшиеся спасатели обещают к 5 июля. Тогда дети под присмотром взрослых, наконец, смогут искупаться. Остается еще целых две смены. Специалисты советуют, при выборе лагеря, в который вы хотите отправить своего ребенка, необходимо сделать главное – проверить, есть ли он в реестре детских оздоровительных учреждений Новосибирской области. Это гарант того, что там все проверено. Маргарита Онникова, Дарья Слепнева, Евгений Агеев. Новости ОТС. Красноармейцы, погибшего во время Великой Отечественной войны, нашли в Новгородской области близ бывшей деревни Большие Дубовицы. По медальону поисковики установили личность бойца. Им оказался наш земляк – Хребцов Михаил Петрович, 1916 года рождения. Рядовой призван из села Вьюны Колыванского района. Солдата похоронили в мае, там же в Новгородской области, на воинском кладбище Ясная Поляна. Сегодня энтузиасты разыскивают потомков красноармейца, чтобы собрать информацию и увековечить память защитника Родины. Стабильность в экономике, социальные обязательства, развитие села – все это векторы развития страны на ближайшие годы. Накануне в Москве состоялся 15-й съезд партии «Единая Россия». На форуме единороссы приняли программу и утвердили список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Обо всем по порядку. Мой коллега Андрей Баев. 15-й съезд партии «Единая Россия» проходит в центре Москвы на Манежной площади. В первый день съезда работают 10 дискуссионных площадок на самые различные темы экономика, образование, здравоохранение, безопасность. Делегация Новосибирской области полным составом принимает участие на дискуссионной площадке образования и наука. Не случайно именно в нашем городе Новосибирске накануне съезда прошел Всероссийский форум наука и образование, на котором высказывались различные предложения, обсуждались проблемы образования. И именно те решения, которые были приняты у нас на Новосибирском форуме и подтверждены здесь уже на первом дне съезда, войдут в предвыборную программу партии «Единая Россия». На каждой из площадок первого дня съезда детальное обсуждение проблем и путей их решения. Новосибирская делегация полным составом на секции образования и наука. Инициативы наших кандидатов вполне конкретны. Поддержаны безоговорочно. Наличие обязательного школьного автобуса у всех школ, что это не роскошь, а обязательно условия, потому что дети должны иметь возможность не только до школы доехать, но еще участвовать в соревнованиях, в каких-то выездных мероприятиях, в райцентре, в городе. Это полностью система и модернизация существующих библиотек для того, чтобы их сделать более современными, электронными, чтобы они постоянно обновлялись. Соответственно, везде в каждой школе должен быть в обязательном условии, должно быть наличие высокоскоростного интернета, что, к сожалению, до сих пор отсутствует в большинстве мест. Мы понимаем, что в сельской местности у нас не будет тысячных школ на тысячу детей, потому что это нецелесообразно. Но должны быть разработаны типовые проекты с учетом всех требований и стандартов, которые есть на сегодня, современных, с расчетом на 150-200 учеников. И именно эти типовые проекты будут реализовываться уже в сельской местности. Соответственно, мы должны рассматривать, в каких местах они должны появиться, исходя из того количества детей, которые у нас есть. И, соответственно, начинать с более крупных, селенных пунктов, двигаться в сторону более небольших. И это будет решение той задачи равного доступа к получению знаний всеми учениками Новосибирской области. Образование, отмечают делегаты, так или иначе связано с экономикой. Производству и бизнесу необходимы профессиональные кадры. Не всегда набор компетенций и навыков, которые получают выпускники среднеспециальных учебных заведений, высших учебных заведений, отражают те требования, те задачи, которые стоят в реальном секторе экономики. Такой разрыв, к сожалению, существует. И очень важно сейчас устроить взаимосвязь между реальным сектором экономики, производством, конкретными предприятиями и теми базовыми выпускающими кафедры, которые готовят специалистов для экономики Новосибирской области. Подводя итоги работы площадки наука и образования, депутат Госдумы Ирина Мануйлова еще раз отметила, задача не просто строить новые школы и ремонтировать старые. Необходимо в целом менять подход. Это на самом деле будущее нашего российского образования. С одной стороны мы говорим, что мы должны всем нашим школам дать равные условия, кадровые, экономические, материально-технические. А с другой стороны мы должны сделать эти школы разными. Разными для того, чтобы все наши дети могли выбирать свою образовательную траекторию, могли строить свое образование с учетом личных интересов. А значит, это обеспечение вот той самой успешной в будущем жизни каждого человека. Поддержать партию, которую сам и создал 15 лет назад, приехал президент Владимир Путин. На выборах все кандидаты от партии, особенно идущие по одномандатным обругам, не должны забывать, что представляют не просто себя, а крупнейшую ведущую политическую силу. И обязаны всегда и во всем действовать в интересах людей. Это ваша работа. Утвердили участники съезда и перечень кандидатов в депутаты Госдумы. На этот раз в партийном списке наш регион объединили с Омской областью. Возглавляет девятку списочников Александр Жуков. Я думаю, что это очень хорошее, правильное решение. Два важнейших, крупнейших сибирских региона в одном списке. Я думаю, что это будет и для избирателей очень интересно и важно. И, конечно, список очень серьезный, представительный. Сейчас идет четкое и, на мой взгляд, логическое завершение предварительного голосования. Вот и все. Подтверждают возможности, подтверждают шансы каждого участвовать. И по списку, и, соответственно, по одномандатным обругам. В итоге в Новосибирской области от «Единой России» на выборы выдвинуты 13 человек. 9 по списку и 4 по одномандатным округам. В нашей партии есть все, чтобы победить. Мы умеем принимать решения, но самое главное, что мы их умеем выполнять. А главное, нести за них ответственность. Мы выходим к избирателям, чтобы защищать их интересы на всех уровнях власти. От поселковых советов до федерального собрания. Что нам нужно? Нужно честно и открыто рассказывать им о наших главах. Не обещать невыполнимого. И выполнять обещанное. Андрей Баев, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. Молоко из милбокса должно храниться максимум 3 дня. Если за это время оно не скисло, значит продукт ненатуральный. Почему у нас домофоны отключены? Вы же нам обещали, что вы решите с управляющей компанией. А что она сказала? Вы решайте все сами. Так вот самое главное, лишь бы чтобы не подвести свою команду и село. Регулировщик, постовой, милиционер, гаишник. Как только они называли инспекторов ГИБДД. Но от перемены слов суть не менялась. От рассвета до заката, выходные, праздники, в жару и морозы. Они работают, чтобы мы были в безопасности. Сегодня юбилей отмечает служба госавтоинспекции. Поздравила и наш корреспондент Анастасия Бойк. Время идет, но цель остается прежней. Выявлять нарушителей, предупреждать ДТП и обеспечивать порядок на дорогах. Менялось все. И форма одежды, и виды транспорта. Уже 80 лет на страже безопасности дорог стоят они. Дорожные полицейские. От себя лично, от лица, большого количества личного состава. Мы поздравляем сами себя, конечно, поздравляем наших жителей, нашего города, области. Потому что без движения трудно себе представить современную жизнь. И это движение должно быть безопасным. Для этого есть такая служба, как ГАИ. В 1936 году в Новосибирске создали государственную автомобильную инспекцию в составе областного УНКВД. Для работы в новом подразделении по распределению направили специалистов, окончивших Омский автодорожный институт. Тогда же, в конце 30-х годов, в Новосибирске появился первый светофор. А инспекторов называли просто «регулировщик». И было их по пальцам пересчитать. Теперь же подразделение ГИБДД – одно из самых масштабных. Штатная численность составляет 1820 человек. Хочу сказать, что это самая большая численность или самое большое подразделение сегодня в структуре главного управления МВД России по Новосибирской области. Особое внимание ветеранам. Именно они в течение 80 лет совершенствовали систему ГАИ. Я благодарен вам, руководству отрасли, подразделения, за то, что вы сегодня эту систему создаете. Ее создавали, прежде всего, конечно же, ветераны, присутствующие в этом зале, которые в предшествующие годы закладывали тот фундамент успеха, последовательность, системности. Поэтому вы надежно продолжаете и совершенствуете эту ситуацию. Лучшим сотрудникам – почет и грамоты за особые заслуги. Среди них и молодой инспектор Константин Тимофеев. Ему 24. Однако в ГИБДД работает пятый год и уже не раз положительно отличился. Даже принимал участие в конкурсе на звание лучшего инспектора 2016 года. Сегодня он получил от начальника полиции медаль за боевое содружество. «Было немного не по себе, но приятных мыслей той, что в чем-то смог отличиться, в чем-то смог понравиться как и командирам, так и смог продвинуться по результатам работы. Ну, этого бы я не сделал один. У меня еще есть хороший напарник, который помогает мне во всем этом. И командир у меня хороший, который грамотно ставит задачу и определяет, где нести мне службу и как мне это делать правильно. И хорошие учителя, наставники, которые дали начало всему то, что я сейчас делаю». Работа в команде – основа качества. Сразу же после торжественного концерта инспекторы в парадной форме отправились на свои посты, чтобы следить за безопасностью на дорогах. Анастасия Бойко, Александр Кабукин, Новости ОТС. В Новосибирской области будет создан кластер по производству микроэлектроники. Научно-технический комплекс объединит четыре компании. Три из Новосибирска и одну из Томска. Это «Оксид», «Восток» и «Новосибирский завод полупроводниковых приборов». На эти цели потребуется больше трех миллиардов рублей. С созданием кластера в Сибири будут производить новейшие приборы в рамках импортозамещения, а заводы переведут на современное оборудование. Сегодня представители госкорпорации «Российская электроника» вместе с губернатором области обсудили план развития кластера на ближайшие три года. В советский период были большие научно-производственные объединения, которые доказали свою состоятельность на рынке. Поэтому мы переходим от времени, когда мы разъединялись, к времени, когда нужно собираться вместе. Поэтому в данном случае для «Росэлектроники» поддержка руководства в регионах – это очень важные моменты. Сегодня на совещании мы ее почувствовали, поэтому уверены в успехе. Кластер входит в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. Подробнее о создании новой научно-технической базы в регионе смотрите завтра в вечернем выпуске новостей. Вам какое молоко с крахмалом, мелом, мылом, известью или салициловой кислотой? Эксперты Росельхознадзора уверяют, именно такой выбор у граждан России. На полках магазинов фальсификаты. Действительно ли это так? И возможно ли купить в Новосибирске натуральное молоко? Выясняла Елена Щербакова. Самый легкий способ снизить себестоимость молочных изделий – это добавить примеси. Крахмалом и мелом российских потребителей не удивить. Но вот известие о добавке мыла, гипса, борной и салициловой кислоты многих шокировало. Сметану разбавляют водой, в сливочное масло добавляют маргарин. Когда Росельхознадзор опубликовал эту информацию, в редакцию новостей УТС позвонили десятки телезрителей с вопросом, возможно ли вообще купить натуральное молоко. На этом заводе изготавливают милбоксы. Здесь сейчас одновременно делают около 40 аппаратов. Специалисты говорят, молоко из милбокса должно храниться максимум 3 дня. Если за это время оно не скисло, значит продукт ненатуральный. Поэтому лучшая гарантия качества – это ваш собственный эксперимент. Ненормально, когда молоко стоит в холодильнике 2 недели и не превращается в простоквашу. Такой продукт смело можно вычеркивать из списка покупок. Специалисты говорят, чем крупнее производитель и раскручение бренд, тем больше вероятность, что в молоке есть добавки. Долгое время небольшие фермерские хозяйства вообще не имели возможности выйти на рынок. Несколько лет назад появилась компания, которая изготавливает милбоксы. Нам обратились фермеры с просьбой помочь сократить путь на полку, минуя крупных переработчиков. Думаем над финансовой стороной этого вопроса, как помочь и мелким производителям, фермерам сделать этот продукт более доступным, чтобы они могли включиться в эту программу. Мы запускаем свою программу франчайзинга для них, когда стоимость аппарата переносится на несколько лет. Мы с ними делим риски. Для мелких фермеров это выгоднее, чем сотрудничество с перекупщиками или крупными компаниями. Им приходилось продавать натуральное молоко задешево. Теперь выручкой ни с кем делиться не нужно. А тратиться на добавление извести или мыла нет смысла. Если пить ненатуральное молоко, язву желудка вы не заработаете, но и пользы не получите. В некачественной продукции используют гидрированные жиры. Они усваиваются так же, как обычные, однако транспорт веществ нарушают. Эксперты советуют смотреть на срок хранения и помнить, что настоящее молоко уже через несколько дней превратится в простоквашу. Елена Щербакова, Василий Тополев. Новости ОТС. Домофонная драма, или скорее сериал. Другими словами, и не назовешь то, что происходит сегодня в Новосибирске. Жильцы сразу нескольких домов Ленинского района объединились, чтобы отстоять свои права. Я напомню, эта история началась с дома 78 по улице Забалуева в Новосибирске, где коммунальщики срезали домофоны, установленные по желанию собственников квартир. А потом подключили домофоны другой фирмы, не согласуя с жильцами. Сейчас против действий управляющей компании выступает уже несколько домов. За развитием ситуации следит наш корреспондент Алия Арзаева. Сегодня это управляющая компания, а мы с вами собрали. Мы завтра можем другую выбрать. Конечно. Мы для них будем в том, что мы 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 будем в том. Сколько месяцев. Срезанные домофоны, непонятные долги в платежках, завуалированные статьи расходов. Очередное собрание собственников представители управляющей компании проигнорировали. Я, если честно, уже устала объяснять. Они ко мне идут, они звонят ко мне день и ночь, тучат в окна. Когда у нас будет факториала, что я могу сказать. Ребята, мы свои подъезды отстояли, но я же не могу так же варварски прийти. и у вас вырвать эти домофоны. Вы говорю, собирайтесь, вот я предлагаю, сделайте хотя бы опросные листы, проведите голосование. В итоге сейчас дом обслуживает сразу три домофонные компании. Исправно работают только три домофона, которые восстановила компания «Факториал Новосибирск». И один пятый подъезд, где поставил домофон спецэлектромонтаж. Два подъезда, которые установили представители Виктора Викторовича Налобина, службы заказчика Ленинского района, они толком не работали. Неразбериха началась 10 апреля, когда Совет Дома согласился сначала на условия управляющей компании, затем через несколько дней подписал договор с домофонной компанией. К единому знаменателю управляющие домофонная организация так и не пришли. «Факториал тут же устанавливали домофоны, ну в принципе все нормально. Но они должны были с управляющей компанией решить, по словам Марины Борисовны. Когда управляющая компания отключила нам домофоны, я созванивался с Мариной Борисовной и говорил всю ситуацию, почему у нас домофоны отключены, вы же нам обещали, что вы решите с управляющей компанией. На что она сказала, вы решайте все сами, это вы виноваты, это вы сами, зачем вы подписали и там, и там». И в этом вопросе формально закон на стороне управляющей компании, ведь в случае любых неполадок ответственность ляжет именно на эту организацию. Штраф за невыполнение обязательств – 250 тысяч рублей. «Соответственно, вот эти признаки, что а, в многоквартирном доме, б, пользуются им ни один собственник, ни одно помещение, а практически все, попадают под критерии 36-й территорий жилищного кодекса, и, соответственно, домофон автоматически является общедолевым, общедолевым обществом. Другое дело, если собственник активный, и он приказал нанятой компании заключить договор с домофоном с той компанией, и дал срок 30 дней, и не исполнил, ну, извините, я расторгну с вами договор. Просто проведу собрание, освобожу вас от исполнения обязанностей управляющей организации. Вот там, где такие активные, грамотные собственники, там управляющие компании ведут себя совсем по-другому». Недавно эта история вышла за пределы одного дома. Жильцы еще нескольких десятков домов, которыми управляет служба заказчика ЖКХ Ленинского района, обратились с жалобами на управляющую компанию. «В Пермитино-6 выгнали с подъезда, старшая по подъезду. Большое спасибо. Не дала произволу случиться так же бы. Открыты были бы подъезды. В Атутино-9 пришли без разрешения, не оповестили никого. Отключили от электропитания, отрезались, ссылаясь на доводы. Справочку господину Наобину Виктору Викторовичу мы предоставили». Из сложившейся ситуации жители района видят несколько выходов. «Необходимо обратиться в лицензионную комиссию с жалобой на управляющую компанию ООО службы заказчика ЖКХ Ленинского района с просьбой отказать им проводить работу или организовывать работу по работе домофонной системы. «Надо наладить отношения нашей управляющей компании и руководству Факториала». Представители домофонной компании подготовили все документы и отправили их в управляющую организацию. Ответа до сих пор нет. Два бизнеса не могут сойтись в цене. «Факториал» говорит, стоит наше оборудование в доме, жители платят нам абонентскую плату. Мы говорим, ребята, заключайте с нами договор, платите на дом доп. доходы за эксплуатацию общедомового имущества. Они говорят, нет, они же тоже не дураки. Они сейчас ёрзают, потому что если они признают, что это общедомовое имущество, то они не имеют права деньги брать с жителей. Если они признают, что это их имущество, значит, они должны платить арендную плату». А жители Забалуева-78 обсуждали насущные вопросы до позднего вечера. Никаких решений в этот раз принять не получилось. Не было кворума. Так что по всем пунктам повестки дня в скором времени пройдет заочное голосование. Журналисты ОТС будут следить за развитием событий. Алия Арзаева, Андрей Дулепов и Антон Мамаев. Новости ОТС. Вперед и вверх, а там самая высокая вершина мира. Новосибирские альпинисты начинают проект «Эверест-2018». Цель – подняться на восьмитысячник и подарить восхождение жителям региона, водрузить среди вечных снегов наши флаги. О подготовке к восхождению Константин Бухтатов. Глеб Соколов – единственный в стране альпинист, на счету которого 33 вершины высотой свыше 7 тысяч метров. Пик Победы, Хантенгри, Ка-2 – далеко не весь список покоренных гор. На Эверест, высочайшую вершину планеты, тоже поднимался неоднократно. Пик Победы – это капкан. Там очень протяженные траверсы. И вот этот снег, непогода, они просто запирают людей на восхождении. И они не всегда могут вернуться. А с Эвереста что? Перила вниз, шлепай-шлепай, и никаких проблем нет. И вот вновь Эверест. Туда новосибирские альпинисты во главе как раз с Глебом Соколовым планируют подняться весной 2018 года. Почему именно эта дата? Организаторы проекта Эверест-2018 подарят восхождение на 8-тысячник Новосибирску в год юбилея. Сейчас у альпинистов есть еще два года подготовки. У некоторых ребят восхождений много, у меня в частности, да. И я буду отслеживать, просто контролировать остальных, у которых таких восхождений немного. Ну, как они готовятся, как они тренируются, как навыки получают вот эти высотные. То есть в этом году мы должны совершить два-три серьезных восхождения. Организаторы подъема подготовят четыре группы по четыре человека. Некоторые участники проекта уже известны. Роман Абилдаев, например, покорил немало вершин, в числе которых и опасный пик победы. Ты к такому маршруту должен быть готов просто на 200%. То есть для тебя не должно быть каких-то неожиданных ситуаций. Плохая погода или там какое-то плохое самочувствие, возможное выбытие из строя одного из членов команды. То есть ты должен знать, как действовать в данной ситуации. Еще одна особенность восхождения – состав экспедиции практически полностью будет состоять из новосибирских альпинистов. Константин Бухтатов, Вадим Антипов, Новости ОТС. Спахать поле за пять минут, разобрать автомат доильный за шесть. На скорость посадить дерево – все это задание для юных аграрий. Дома по вечерам они не в соцсетях сидят, а тренируются коров доить или изучают механизмы трактора. А сегодня на территории Тулинского племзавода ребята демонстрировали навыки на областном слете ученических производственных бригад. Дарья Слепнева убедилась в ловкости рук. Последний показатель. Хорошо идешь, молодец. Ведро. Стать. Так называются конкурсы животноводов. Нужно назвать все части коровы. Еще одна задача – составить рацион для животных. На другом этапе – дойка. Ребят предупреждают не делать резких движений. Однако в этом нет нужды. Участники действуют максимально осторожно и бережно. Конечно же немножко волнуются, но в целом, да, подход есть. Ребята способны, справляются. То есть то, что необходимо для животных с точки зрения их физиологии, конечно, они эти операции выполняют. И я думаю, что нам есть чем гордиться. Сборка и разборка доильного аппарата по сложности, как сборка и разборка автомата. Нужно приложить силу, да и деталей много. Участники должны уложиться в шесть минут. Однако Виолетта из Барабинского района справляется вдвое быстрее. Сборка и разборка – она интересная. Даже сама себе засекаешь время дома. Пытаешься, чтобы времени было меньше, чтобы качество работы было лучше. Идешь к цели какой-то. Я не знаю, доения коров все равно. Коровы, они же живые все-таки, даже животные. На другой площадке соревнуются пахари. Задача – размерить участок, разбить его на блоке. И за руль трактора. Время работы не имеет значения. Главное – качество. Люди же всегда кушать хотят. Хотят три раза в день кушать. Поэтому это всегда будет перспективно. Хоть и кризис в нашей стране, но все равно сейчас стараются поднимать сельское хозяйство. Для этого нужны молодые умы. Вот мы и стараемся. Борются не за призы, а за признание. Ведь многие участники планируют поступать в аграрные вузы и собираются вернуться домой дипломированными специалистами, чтобы растить хлеб и строить фермы. Дарья Слепнева, Сергей Жданов, Новости ОТС. И на этом у меня все. Развитие событий мы вам расскажем завтра. Оставайтесь с нами. Для меня Андрей Каличенко располагает в себе тем, что ориентируется во многих вопросах. Он не стесняется высказывать свое мнение. Безусловно, коммуникабельность, решительность. Андрей Каличенко. Строитель, хозяйственник, сибиряк. Здравствуйте. В ближайшие дни антициклон, распространившийся на территорию Западной Сибири, будет способствовать интенсивному прогреву воздуха. 24 июня по прогнозу западно-сибирского метеоагентства Новосибирских осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, влажность 55%. Температура ночью плюс 13-15, днем плюс 25-27. В последующие двое суток, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха в субботу днем плюс 25-27, в воскресенье плюс 23-25. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!